МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Городская среда, возможность не просто ремонтировать объекты, а кардинально менять их облик в лучшую сторону, получили территории не только в городах-миллионниках, но и небольших, таких, как Новоуральск. Об этом зашла речь и на пресс-конференции губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, которая состоялась в середине января. Малые города Свердловской области получили возможность реконструировать, ремонтировать объекты. И это достаточно крупные для нас такие проекты, которые мы, конечно, без этой программы «Комфортная городская среда» не решили. В частности, в Новоуральском городском округе был отремонтирован и создан такой очень замечательный парк культуры и отдыха. Будет ли продолжена работа программы, и какие средства на нее запланированы? Понимаете, мы только эту тему, что называется, раскачали. Значит, и Федерация здесь нам действительно помогает софинансированием. Мы планируем и планируем свои деньги на реализацию этого проекта. Мы пока себе отметили, Федерация нам, конечно, планов таких не обозначает, но в своей программе «Пятилетка развития», если вы помните, мы создание комфортной и благоприятной городской среды, мы обозначили на весь срок действия этой программы. Поэтому все те пять лет «Пятилетка развития», о которых мы говорим, мы будем вкладывать и с каждым годом будем увеличивать. Слава Богу, такие возможности нашего бюджета сегодня есть. В Новоуральском городском округе только за последний год более 30 дворов заиграли новыми красками. Здесь появились современные детские и спортивные площадки. Наконец-то решился вопрос с парковками. Отремонтировано дорожное покрытие, установлено освещение. Реконструирован в Новоуральске был и Центральный парк культуры и отдыха. Два ключевых аспекта, которые включает в себя программа по комфортной городской среде – это благоустройство общественных и дворовых территорий. В целях реализации приоритетного проекта утверждена муниципальная программа формирования современной городской среды Новоуральского городского округа до 2022 года. Работа над ее реализацией планомерно продолжается. В январе состоялось заседание общественной комиссии, которое регулярно собирается два раза в месяц. Все вопросы держатся на строгом контроле. Мы посмотрели все виды работ, которые у нас по городской комфортной среде, по программе, будут сделаны в текущем 2019 году. Мы оговорили, что 30 числа через уточнение бюджета добавляются еще суммы и добавляются мероприятия этой программы. И наша сегодня задача, главное, да, побыстрее пройти вот этот подготовительный период, провести необходимые мероприятия организационные, собрание жителей, голосование, подготовка смертной проектной документации, согласование всех видов работ с теми же жителями, заключение соглашений с министерствами, с тем, чтобы мы уже в мае месяце зашли на объекты. В этом году планируется благоустройство аллей молодежи. Это один из самых масштабных объектов. Заявка на субсидию для проведения реконструкции этой территории уже прошла в областном министерстве по ЖКХ первый этап отбора заявок от муниципальных образований. Ожидается, что город получит 53,4 миллиона рублей из регионального бюджета. Также, согласно проекту, комфортная городская среда В 2019 году в Новоуральске будет приведена в порядок и территория парка на Фурманово-39. Это давно назревшая проблема. Как, впрочем, и благоустройство скверов у Новоуральского технологического института НИЯУМИФИ и сквера в районе Ленина-92. В 2019 году будет продолжено и благоустройство территории дворов Новоуральска. Из местного бюджета на эти цели предусмотрено почти 32 миллиона рублей. До конца марта должны пройти собрания собственников многоквартирных домов. Встречи с жителями перед началом собрания будем проводить совместные в составе управляющей компании, комитет архитектуры и комитет ЖКХ, где жители будут получать разъяснения, какие виды работ, какие материалы, стоимость, то есть полностью разъяснения по документам, которые будут в дальнейшем реализовываться. И будет полномоченный собственник давать расписку о том, что ознакомился и ему все понятно. Вернемся к теме благоустройства общественных территорий, но уже не на этот год, а на 2020-й. В конце декабря был объявлен опрос населения по отбору общественного пространства для участия во всероссийском конкурсе лучших проектов в создании комфортной городской среды. Предлагаются три территории – бульвар Кикойна, эспланада в привокзальном районе и территория по улице Ленина на месте домов, подлежащих сносу. Горожане должны проголосовать в соцсетях или на сайте администрации за одну из трех территорий. Далее будет разработан эскиз выбранной территории и заявку отправят на всероссийский конкурс. В случае победы город получит финансирование. Сегодня мы хотим подробнее рассказать вам о каждой из заявленных территорий. Южный считается самым молодым районом Новоуральска. Здесь проживает около 14 тысяч жителей. В Южном располагается одна из крупнейших школ города, обучается в которой более тысячи учеников. Главные улицы Южного микрорайона Корнилова и Ленина связывает одна из самых длинных пешеходных зон Новоуральска – бульвар имени академика Исаака Кикойна. На этих кадрах из архива Новоуральской вещательной компании мы видим то, с чего начиналось строительство бульвара. Эта территория также вошла в конкурс на выбор территории благоустройства в ближайшие годы. И жители близлежащих домов, безусловно, радеют за то, чтобы этот объект облагородили в первую очередь. Здесь живет очень много молодежи, моих ровесников. Если бы обустроили этот район, то у нас было бы место, где собираться. Тут все время гуляют все с детьми, с колясками, с велосипедами, с самокатами. Так что как бы тут хорошо, особенно летом. Что бы вы хотели, чтобы благоустроили, на что бы обратили внимание? Побольше скамеечек, мусорок, потому что некуда мусор кидать. Спортивные тренажеры нужны, конечно. Хотя турник подтягивается. Люди хотят в красоте жить и кулять там, где все вокруг красиво. Мне не нравятся вот эти сооружения, это непонятно что. Там дальше по бульвару тоже такие же металлические. Это непонятно что. Естественно, они не украшают наш бульвар. Урны в порядок привести, освещения которого не хватает явно. Но и для детских площадок, здесь очень много детей, что-то надо все равно делать. Можно сделать здесь фонтанчики. Организовала бы где-то детскую площадку, вот недалеко от бульвара, или на самом бульваре, если такое возможно. Ну и все-таки немножко бы занялась ремонтом самих лестничных маршев. То есть вот часть лестничных маршев в достаточно хорошем состоянии, а часть вот после весеннего приходит в негодное состояние. Да, я думаю, тут все идеально. Здесь очень неудобные плиточные покрытия. Лучше бы, конечно, чтобы это был асфальт. Побольше каких-то, может быть, для детей развлечений, может быть, какие-нибудь площадки. Поэтому, ну вот, так считаю, что, конечно, очень молодой район. Поэтому хотелось бы побольше чего-нибудь современного. Детям нужно погулять где-то, чтобы было цветники обязательно. Можно привлекать трудовые отряды школьников. Пускай они тоже благоустраивают территорию именно бульвара Кикоэна. В год юбилея и города, и Уральского электрохимического комбината мы не можем не вспомнить о том, в честь кого назван этот бульвар. Исаак Константинович Кикоэн – физик, экспериментатор, академик. Исаак Кикоэн принимал активное участие в создании Института атомной энергии имени Курчатова. Для закрытых атомных городов это великий ученый, человек с большой буквы. Кто такой вообще академик Кикоэн, знаете? Академик Кикоэн? Академик? Нет, не знаю. Затрудняюсь ответить. Что-то связано, наверное, с комбинатом электрохимическим, какой-то управленец. В честь кого назван этот бульвар? Академик. Исаак Кикоэн? Нет. А встань? Я знаю, что на УХК работал, а сейчас мне не вспомнила, голова другим просто. Он участвовал вроде в боевых действиях, нет? В Великой Отечественной войне. Вроде участвовал, так что он, в честь него названы его улицы Кикоэна, нет? Академик, который основатель, я знаю, что в атомной промышленности участвовал. И очень много сделал для нашего города. Чумный физик-атомщик. Это физик, физик-атомщик, который всю свою творческую деятельность посвятил разработке основного продукта, который, в общем-то, является продуктом городообразующего предприятия нашего города. Возможно, в случае победы этого объекта в конкурсе стоит предусмотреть установку нескольких информационных стендов, рассказывающих о человеке, в честь кого назван этот бульвар. Каждый хвалит то, что ему хорошо, знакомо и дорого, что является близким и родным. И, безусловно, жители Южного района, с любовью и трепетом относящиеся к месту, где живут, желают, чтобы их район был самым красивым и благоустроенным. Привокзальный район Новурайска расположен западнее Верхневенского поселка и пруда и отделен от них охраняемым периметром. Со стороны Верхневенского он создает красивый облик города. Включают микрорайон 8 и 9, застроенные многоэтажными домами 1980-90-х годов и множеством кварталов малой и среднеэтажной домов конца 40-50-х годов прошлого века. Имеются также участки усадебной застройки того же периода. Здесь расположен больничный городок, а также две основные площади, формирующие исторический облик города. Пожалуй, главная достопримечательность привокзального района – это эспланада. Лестницы начинаются у вокзальной, проходной и продолжаются до магазина «Меркурий». И очень хорошо видно с проезжающих мимо поездов и электричек. И первое впечатление гостей о нашем городе создается именно здесь. Трудно найти горожанина, который бы ни разу не поднимался по этим лестницам от обелиска самого старого памятника города вдоль магазина в большой детской площадке. Эспланада располагается по улице Мичурина. Видно, что лестницы и площадки между ними нуждаются в ремонте и благоустройстве. В этом году именно эта территория включена в отбор для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Жители привокзального района уже проголосовали за эту территорию. Все приезжают, как центральный бульвар тут получается. Все равно надо украсить как-то. Чтобы было удобнее людям. Ходить на кругом горы. И, наверное, можно. Особенно лесенки, где скулоты, спуск плохой. Ну и цветами засадить. Во-первых, у нас не живем на Урале. Уральские горы. Хотелось бы, чтобы здесь было благоустроено. Чтобы хотелось сюда выйти, посидеть на скамеечке, понаслаждаться природой, детьми. Я как житель своего района, понятно, за свое буду голосовать. В первую очередь, чтобы привокзалку сделали. Приятно, чтобы было ходить по ней. Мы и так тут живем в привокзалке. Сплошные лестницы еще. Будет хорошо ходить. Эспланада в привокзальном районе Новоуральска – это историческое место нашего города. Территория, которая достойна того, чтобы ее отремонтировали и благоустроили. Это своего рода лицо Новоуральска. Это настроение горожан, возвращающихся в родной город. Это впечатление гостей, приезжающих на вокзал. Словом, это то, что делает наш город таким, какой он есть. Уютным, родным и самым лучшим городом на Земле. Еще один объект, который вошел в конкурс по выбору территории благоустройства – это начало улицы Ленина. В ближайшее время в нашем городе снесут и вот эти вот чешуйчатые дома. Домики только снаружи выглядят затейливо, а внутри превратились в труху. Так что вопросов о необходимости сноса нет. Эти дома построены в 40-е прошлого века. Они долгие годы были визитной карточкой нашего города, которая встречала приезжих в самом начале гостевого маршрута. Сейчас их жители уже пакуют чемоданы и с нетерпением ждут переселения в новые дома. Архитекторы, строители долго думали, что можно построить на месте этих снесенных чешуйчатых домов. Но по всем современным нормам новые дома возводить здесь нельзя. Так что бы хотели видеть горожане на этом месте? Какие-то спортивные площадки, может, детские там эти. Ну а так-то больше, я не знаю, еще тут можно садики какие-то, парки такие эти, прогулочки. Парк-то где-то и надо, у нас же особо нет парков. Да? Думаю, что да. Эти дома уже устарели, наверное, все-таки, век свой они и жили. Ну, что здесь построить? Я не знаю, не очень активна эта часть города. Может быть, что-то привлечь, вот именно чтобы, может, я не знаю, с детьми связано что-то, для детей в большей степени. Ну, я не знаю, может быть, для тех же пенсионеров, которые еще более активны и как бы тоже дома, чтобы не проводить большую часть времени. Обязательно детские площадки, парки, какие-нибудь деревья посадить, чтобы воздух почище был. Комплексы там для детей, развлечения какие-нибудь для детей. Клуб какой-нибудь может детский. Конечно, оставлять просто пустырь на месте домов нельзя. Навуральцы не только чтят и гордятся своим прошлым и прошлым родного города, но и оптимистично смотрят в наше светлое будущее. Они думают о том, где жить и гулять их детям. Как укрепить здоровье на близлежащих спортивных объектов, и это вселяет уверенность в завтрашнем дне. У нас с вами есть замечательная возможность расставить приоритеты в благоустройстве той или иной территории. По всем канонам партиципаторного народного бюджета власти спрашивают у горожан, на что в первую очередь нужно обратить внимание. Активно голосованию подключились пользователи социальных сетей. Люди не только голосуют за ту или иную территорию, но и предлагают свои объекты, которые, на их взгляд, требуют особого внимания. Все предложения будут учтены властями Новоуральского городского округа. На сегодняшний день с небольшим отрывом лидирует территория бульвара Кикойна. Следом идет эспланада в привокзальном районе и начало улицы Ленина на третьем месте. Если вы еще не успели отдать свой голос, сделать вы это можете в официальной группе Новоуральской вещательной компании в социальных сетях или проголосовать очно, придя в администрацию округа на Мичурино 33 в 102 кабинет, в филиал детской библиотеки на Первомайскую 11 или в центральную библиотеку на Фрунзе 13. Предложения в электронном виде можно направить на электронную почту. Адрес вы видите на своих экранах. Примите активное участие в выборе территории благоустройства. Важен каждый голос. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова